Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Козева Арт. Сегодня буду рисовать Великого Смутьяна Дракона из мультфильма Как приручить дракона. КПД, коротко. У меня в руках карандаш 7Б мягкий. Вы можете взять какой у вас есть карандаш в руку и начать рисовать со мной. Рисую линию прямую или не особо прямую, не суть. Делю его на 3 отрезка. Его, ее, линию, линия. Делю на 3 отрезка и вверх отмеряю 1 отрезок. Ну, чтобы получился такой менее более квадрат. Провожу линию параллельно. И еще вертикально дорисовываю линии. Получается такой прямоугольник, состоящий из трех квадратиков. Ну, примерно квадратики, не суть. Главное, чтобы... Смысл вообще вот этого прямоугольника в том, чтобы определить границы самого рисунка. Вот в этом прямоугольнике, собственно, и будет сам дракон. Вверх еще будет крыло, но оно там немного места займет. Рисую вот такой вот круг или окружность. Как хотите, так и называйте. Он поможет нарисовать голову и вообще определить, где у него будет передняя часть тела. Вот от этой точки рисую вот такую дугу. Снизу дорисовываю еще одну дугу и получается овал. В этом месте будет нога. Она так, ну, типа продолжение, короче, самого тела. Вот можно вот такой вот овал нарисовать. В этом месте будет нога задняя, на которую он будет опираться. И сразу же нарисовать ему переднюю лапу, ближнюю к нам, которую мы видим. Также рисую овал. И вниз еще такой же овал. Они, если их совместить, они получатся одинаковой длины. Одна лапка у него приподнята, вторая стоит. Опять же, картинку я брала с интернета. Просто первая паша взяла, которая мне больше всего понравилась, и ее нарисовала. Вот. То есть, например, понятно, где у него лапа, да, уже, где у него тело. Это самое главное, определить места сначала, где что будет располагаться. Это дальняя лапа. Она, как бы, чуть ближе к голове находится. Ну, и вообще, он же так стоит еще, как бы, в перспективе. Далее я хочу нарисовать ему хвост. Для этого я от, где-то в районе ноги, начинаю рисовать вот такой вот длинный хвост. Снизу так же я продолжаю его. Еще одной такой же линией. И там на хвосте у него, типа, шипы какие-то, что ли. Типа плавник такой. Вот. До этого, кстати, рисовала песнь смерти. Вот у него тоже там на хвосте такая же ерундовина, типа, как это, как эта штука вообще называется, не знаю. Типа плавник. Я его называю плавник, но очень похоже. Вот таким образом я нарисовала хвост ему. Теперь хочу нарисовать крыло. Так вот. Даже не знаю, как объяснить. Вот эта вот часть, которая слева, она помогает нарисовать, ну, прорисовать крыло само. Чтобы вот эти вот линии нарисовать и соединить их потом ровненько, чтобы получилось. Вот так вот. Крылья, кстати, не особо большие на картинке. Я даже хотела побольше их нарисовать. Потом думаю, да, что-то не хочу я больше рисовать. Тогда он, наверное, получится не похожий на этого смутьяна. А мне бы очень хотелось, чтобы он был похожий. Дальнее крыло я особо не прорисовываю. Так чуть-чуть, чтобы оно было просто видно его. Чтобы было понятно, что у него есть еще одно крыло. Оно никуда не пропадает, его все равно видно. Но находится оно дальше от нас. Поэтому он не особо прорисовывается. Делю окружность пополам. И чуть ниже вот этой линии рисую глаз. Не особо большой, но и не особо маленький. Только где-то в половинку, наверное, этого. Этой половины круга. Здесь у него будет клык по наглазам. Или не клык, а бивень, наверное, да? Ну или клык, это же то же самое вроде. Рисую его вниз и закручиваю вперед. Как бы он вперед смотрит. Вот так вот. И там у него на клыке, на этом еще какая-то штука. Я ее тоже нарисую. Типа накладка какая-то, что ли. Что-то такое. Вот. Готово. Здесь я рисую Тип продолжения морды. Морточки. Там у него еще рот. Вот здесь вот рот. Можно его нарисовать улыбающимся. А можно нарисовать злым. Я решила, что у меня это будет злой смутьян. Ну и вряд ли. Я думаю, что он бывает каким-то добрым. Все, он глаз там немножечко дорисую, чтобы он у меня не более был похож такой на злого. Злой смутьян. Вот. Дорисовываю голову, мордочку. Так вот. А снизу у него будет борода. Это же борода у него? Я просто не уникала. Я вот, кстати, в мультике не помню этого смутьяна. Вот что-то вот прям... Я вроде смотрела все части. Может, что-то пропустила. Или какой-то момент пропустила. Где он был, не помните? Напишите в комментах, если кто помнит. В каком моменте, в какой части он был. Хочу посмотреть именно этот мультик. Именно вот где вот смутьян этот будет. Потому что сколько помню, ну, вроде не было. Может, это вообще из игры. Кто знает. Все так перепуталось уже. Не ясно. Ничего. Вот. Сверху я тоже нарисовала ему вот эти шипы. Снизу-то борода у него, а сверху-то у него шипы. Они такие на кончиках красные. А сам он вообще смутьян серый-черный такой. И у него, кстати, еще синенькая эта шея. Ну, такая типа, с голуба немножко. И вот от шея. Вот. На этом этапе я, кстати, кое-что забыла для самых внимательных. Заметите, нет. Ну, в конце я это дорисую. Потому что я только в конце заметила, что этого не было. Так. Ну, в принципе, все. Я дракона самого нарисовала. Осталось ему нарисовать конечности. Лапы особо прорисовывать не буду. Просто нарисую маленькие пальчики там. Такие небольшие. Потому что я так посмотрела на фотографиях, на... Ну, на картинках, вернее, не на фотографиях. Где он вообще нарисован, изображен. У него нет никаких когтей. У него просто такие маленькие лапки. И я такая, ну, ладно, пусть будут лапки. Чего он? Чем он хуже других? Пусть лапками будет маленькими. Вот. Но я ему все равно такой, типа, коготь один нарисовала. На вот этой лапке. Если вы заметили там. Плохо видно. Вот. Дальнюю лапу вообще не буду прорисовывать. Так и нарисую, чтобы она была. На этом этапе я еще не знала, как я его буду раскрашивать. Буду ли я его делать просто черно-белым маркером. Все это делать закрашу. Или все-таки буду цветное что-то делать. Потому что песнь смерти я раскрасила в цвете. Мне очень понравился мой новый способ. Я его, кстати, подглядела в тиктоке случайно. Ну, как случайно, в смысле. Он мне попался просто в рекомендованных. Я такая, опа, интересно. Что это, как это? Тоже хочу. Так, на данном этапе я ему дорисовываю детали. Детали хвоста. Детали лап. Все, что осталось незаконченным. В районе хвоста это все рисую. Ну, собственно, лапу вы поняли, да? Лапу я особо прорисовывать не буду. Просто такими, как бы, маленькими пальчиками ему... Ой, маленькими пальчиками. Маленькие пальчики ему нарисую. Вот такой вот он у меня получился. Серьезный дядька. Так, мелкие детали дорисовываю. Я потом увидела, что я ему лапу дальнюю не дорисовала. Тоже надо ее посерьезнее сделать. В этом месте я решила сделать прогиб спины. И дорисовать ему немножечко лапу. Не знаю, с чем я это показываю. Но я хочу, чтобы вы понимали, что, короче, нету никаких супер-пупер закадровых съемок. Все делаю на камеру. И вот сейчас я как раз дорисовываю то, что я забыла. Я уже начала наносить на него маркер, как видите. И вспомнила, что я ему еще один биви не дорисовала. Ну, мой, что-то не хватает спереди. Частенько, кстати, забываю. Что-нибудь то усы, то деталь какую-нибудь. Но я ее потом вижу. Это самое главное. И все, и дорисовываю. Ну, он такой, знаете, не сильно длинный. Наверное, может быть, в половину окружности. Вот. И сейчас я покажу, что у меня в итоге получилось, как я раскрасила. Если хотите, отдельный ролик по раскрашиванию. У меня там несколько моментов есть, могу показать. И, собственно, вот такой другой он получился. Напишите в комментариях, понравился вам ролик или нет. Как вам вообще, как я раскрасила. Норм нет. Пишите, что вообще думаете поводу этого мультика. И если рисуете со мной, то обязательно фотки отправляйте в социальные сети. Все ссылки есть в описании. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok